В Чувашии начались уборочные работы. Сегодня озимые зерновые убирают в Яльчикском и Цивильском районах. Помогает или мешает в этом году аграриям погода, об этом Ольга Пырочкина. Весна и начало лета аграрии, мягко говоря, подвели. Снег сошел поздно, а в период так называемой вегетации, роста и развития растений было холодно. Так что на уборку хозяйство республики в этом году вышли на две недели позже обычного. Колоси, конечно, должны быть выше, отметил глава Чувашии, однако зерно созрело. Влажность в колосях мы сейчас и на зуб попробовали, дедовским методом, и приборы показывают на уровне 16-18%. Надо убирать, потому что погода меняется, при сильном ветре уже от сильного ветра зерно будет просто выбиваться на землю. Это потери, а потерь не должна быть. Для уборки в республике все готово. И парк техники, и запасы топлива. Увы, в сельском хозяйстве не все зависит от человека. Так, в пяти районах Чувашии специалисты зафиксировали низкий уровень влажности в пахотном слое в течение трех декад подряд. Проще говоря, засуху. Многие говорят, что прошли дожди, не может быть засухи, к сожалению, не так. На что может сегодня повлиять? Конечно, сегодня колоси сформированы, вроде как озимые. Налив зерна, где-то яровые, поздние пассивы происходят. Происходит формирование клубней, картофеля. Также корнеплоды, культуры такие, как свекла, сахарная, кормовая и так далее, конечно, они сейчас будут очень сильно терять. Если в ближайшее время ситуация не изменится, в засушливых муниципалитетах могут объявить чрезвычайную ситуацию. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика.